Жизненная. Три логика и три математика пришли в гости. Кофе. Хозяин приходит. Зачем они туда пришли, я думаю. Математика, они пишут. И хозяин приходит с кофейником и спрашивает. Все будут кофе? На что? Первый отвечает, не знаю. Есть еще такая же история с мороженым. Много? Не знаю. Второй говорит, не знаю. А третий говорит, все. А третий говорит, все. Вопрос-такой? Они говорят, а знают, что он хочет. Давайте попробуем. Три гости приходят к партии. И потом, гостя из этой партии, как я сказал, приезжает кофе и спросит, что все будет кофе. И говорит, что я не знаю. Б говорит, что я не знаю. И третий говорит, что да. Извините, у меня есть вопрос. Да, у тебя есть вопрос. Какие вопрос? Какие вещи? Они будут в этом порядке? Сначала А, потом В, потом В. Сначала А, потом В. Если бы разница между ними в порядке. Окей. Все. Что спрашивается? Спрашивается, почему они так рассуждали? Как они рассуждали? Давайте выскажите. Первый ответил, не знал он, потому что он хотел кофе. Он хотел бы кофе. Если бы он не хотел кофе... Он ответил бы, не хотел. Не хочу, он сказал бы, нет, нет. Походим, он такой, все ли хотят кофе? Если бы... А, не хотел, он знал точно, что не все. Значит, а раз он хочет, то он, говорит, не знает. Второй сказал уже самое по той же причине. Да. Теперь второй уже знает, что первый хочет кофе. Но он ничего не знает про третью. И третий говорит всем. А поэтому он говорит, что он не знает. После этого уже ясно, что и первый, и второй на самом деле кофе хотят. А третий, поскольку он... Думает. Он знает, что... Поскольку он тоже хочет кофе. Он тоже хочет кофе. Он тоже хочет кофе. Он говорит всем. Он говорит всем. Так что, действительно, если бы он сам не хотел, то уже не нужно было бы ничего знать про остальных. Это было бы не все. Да. Но в порядке древнего я могу рассказать историю. История была такая, что когда только что кончилась советская власть, начали школу установить с компьютера. И было такое совещание по компьютеризации в школу, по образованию и программированию. Оно почему-то происходило на корабле. И почему? И, значит, вот я туда был прозван, и там были какие-то заседания, обсуждения и что-то. И там было некоторое заседание про то, что... Ленинградская тогда область предлагала сделать основным языком программирования для изучения в школах язык APA. Но это, я не знаю, вы, наверное, не знаете, что язык. Но это совершенно безумие. Невозможно ничего понять на этом языке. В общем, это какая-то была... Они сказали, что мы сейчас примем решение, что, значит, совещание преподавательной информации, значит, собирается устраивать, рекомендуя язык APA для внедрения в школу Венеградской области. Как-то я был очень озадачен этим самым, и решил, что нельзя это упустить. И, значит, но... Сделал следующее. Я спросил у них, будем ли мы принимать это решение голосования или на основе консенсуса. Знаете, что такое консенсус? Нет. Все согласились. Значит, на основе консенсуса, это значит, что когда все согласны. Вот. И... А голосование, когда считают голоса, кто за, кто против, кто глядит. И, значит, так вот, человек, который говорит, что мы будем принимать на основе консенсус. И, значит, тогда я сказал, что тогда это совершенно невозможно, потому что я категорически против. И после этого какая-то состязание закрылась, и так это решение не приняло. То есть... Вот если один человек не хочет кофе, то он... Не надо спрашивать остальным, чтобы узнать, где хотят кофе или... Это ясно, что не все. Только... ... ... ... ...